Развитие клинописи. Этот знак читается как САК. Именно так оно читалось в древнем уруке около 3200 лет до нашей эры. Оно означает голова или человек. Знак представляет собой рисунок в форме человеческой головы. Это было изображено следующим образом в Лагаше около 2400 лет до нашей эры. Знак по-прежнему напоминает голову, но без знания значения происхождения неясно. В нео-ассирийском языке около 700 лет до нашей эры истоки знака, как изображение головы, утеряны. Многие ученые, в частности Михаил Дьяконов, подчеркивали вероятную связь между языками древнего шумера, урарту и Кавказа. Значение этого древнего знака, известного еще в шумерскую эпоху, сохранилось в ингушском языке. САК буквально переводится с ингушского языка как «человек». Его можно разделить на корень слово «саа», означающее «душа» на ингушском языке, и аффикс «г», обозначающий сосуд, в котором содержится душа.